Всем привет! Или уже скорее добрый вечер. Буквально вот сегодня мне писали о том, что без телят во дворе стало скучно. Но на самом деле я же остался не полностью без телят. Вот есть же еще Боренька. И я создавал опрос, кого мне больше снимать. И 5% моих зрителей проголосовали за телят. А 5% из 25 тысяч это 1250 человек. Я думаю это весомое количество подписчиков. Поэтому думаю все-таки хотя бы изредка Борьку нужно показывать. И сегодня есть как раз для этого повод. Сегодня 11 апреля. И те кто следит за моим каналом давно, могут помнить, что Борька родился 11 числа. То есть сегодня ему 6 месяцев. Ему полгодика. И кстати вот сегодня первый день, как я его выпустил на улицу. Я ему одел Яшин ошейник. Вот такой. И привязал его на то же самое место. Вот к этому прицепу. Хотел заснять раньше, но был немножко занят. Так как убирал здесь. Да убирал наконец-то. Вывез очень много тачек. Немножко упарился. Наверное до сих пор мокрый. И вот мне интересно, что вы скажете. Маленький Борька или нет? Ну я смотрю, мне кажется, что не то что маленький, а прям миниатюрный. Ему полгода. А выглядит он на трехмесячную. Ну максимум на четырехмесячную. В нем примерно, ну мне кажется, около 120, возможно 130 килограмм. Он, конечно, такой кругленький, упитанный. Не хочет стоять на привязи. Так как непривычно ему. Он был постоянно отвязан там в загончике у себя. Я его сначала, сначала ему одел ошейник там в сарае. Он немножко бесился. Так как он ему мешал на шее. Да, Борюсик? Ты свинота такая, да? И, в общем, немножко он успокоился. Бегал, скакал по двору. Потом я его приманил вот дробленкой. Это еще было, ну то есть было днем. Было пять часов. Даже не днем, а вечером. В пять часов я его приманил дробленкой и привязал. Короче, тягал этот прицеп вместе с мотоблоком вот так по всему двору. И это было, конечно, страшно смотреть на него. Ну вот, подуспокоился немножко. И теперь стоит. Я ему вот положил сено. Он целый день, ну не целый день, получается я его выпустил в четыре часа. Сейчас уже почти восемь, то есть четыре часа он гуляет. Вот эти четыре часа он уже спокойно стоит здесь привязанный. Один раз у него получилось снять ошейник с головы. Пришлось затянуть на одно отверстие потуже. И все. Ну, с виду я не скажу, что он худенький. Он так хорошо упитан. И мне нравится, что он очень аккуратный. Он сидел в загончике, в котором я чищу один раз в неделю. Там очень мокро, а теленок на самом деле прям чистый. Я прям удивляюсь. Яшка с квиткой были как два чудовища грязные. То есть я их и не показывал сильно зимой. Они были прям грязные вот отсюда и вот так прям до передних ног. То есть. А Борька вот такой чистый. Молодец, аккуратный. Я тетя Нине говорил. Тетя Нин, вам привет. Ну, то есть соседке, у которой его покупал. Говорю, он такой чистый. Она говорит, весь в маму. Коровка тоже аккуратная, такая чистая. Вот такой Боренька. Ну, сейчас он докушает дробленку и буду его загонять. Так как на ночь ему точно здесь сидеть, оставаться страшно. Да и холодно и не на чем лежать. Здесь, кстати, у нас есть асфальт под навозом. Так что ему будет на нем холодно спать. Вот такие дела. Покушал бы. О, такой носик грязненький. Молодец, Боренька. Давай, доедай. Дробленку ест хорошо. Водички пьет немного. И мне говорили, что полтора месяца на молоке это мало. Он будет пузатый и будет рахитом. Ребят, живота у него нету. Ну, то есть, большого. Вот такой аккуратный маленький животик, как и положено. И никакого рахита у него нету. Он кушает дробленку 3, а то и 4 килограмма в день. То есть, мы ему не жалеем. Поноса у него тоже нету, поэтому все нормально. Сыпем, ну, то есть, осторожно дробленку. Максимально много, ну и аккуратно, чтобы не запоносил. Все. Вот это его и вся еда. Сено, дробленка и водичка. Воды он выпил в обед почти ведро. И вот с этого тоже немножко надпил. Все. Вот такой Борька. Все, Боренька, с днем рождения. Помаши ушком подписчикам. А, и, кстати, хотел сказать. Стрим будет завтра. Большое спасибо, что подписываетесь. Сегодня у нас уже 25 тысяч. Очень быстро все подписываются. Мне приятно очень. И я безумно рад. Не знаю, что еще сказать. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Стрим будет завтра. Завтра 12 апреля. Будет также вечером, наверное, или в 8, или в 9. Завтра еще уточню. Потому что дел много. Вот еще уже темнее. Там мне нужно еще накормить кроликов. Пойти закрыть курей, гусей. Заглянуть в инкубатор. Кстати, в инкубатор, наверное, тоже еще немножко поснимаю. Покажу. Так как уже сегодня 19 день инкубации. Ну и все. И тогда буду ехать домой. А уже 8 часов. Боренька, нет, ты уже привязанный. Все. Теперь точно всем пока. И до скорых встреч.